Ну, главная новость, наверное, это пятый форум в Европарламенте. Я начала смотреть выступления. Я посмотрела, наверное, треть выступлений и просто удивительно, как много у нас народов, некоторых я вообще никогда даже не слышала раньше, и у всех сейчас проснулось такое стремление вернуться к своим корням, всячески оторваться от русского мира. Это просто было очень удивительно смотреть. Ну и, конечно же, у нас в Бурятии тоже это происходит, очень сильно заметно. Но, правда, к сожалению, наше общество настолько в течение этого года, как началась война, очень сильно раздроблено. Видим, как бы все представлены группы, те, которые просто для них это было настолько сильное потрясение, и они поняли, что нужно срочно избавляться от русского мира, срочно работать над своей идентичностью. Есть те, которые абсолютно вообще себя ассоциируют, у них абсолютно колониальное мышление, они полностью поддерживают, причем такой огромной ценой, что столько людей умирает, но при этом они не смеют вообще что-то говорить против. Есть те, которые вообще просто потеряны, как бы грустно и интересно наблюдать, но, наверное, все-таки вот всплеск самосознания происходит у большого количества гурят. Потому что идентичность – это такая гибкая вещь, как бы она постоянно меняется. Я даже вот про себя тоже могу сказать, что мы были все патриоты Советского Союза, значит, мы себя, мы гордились, что мы живем в самой великой стране, как бы у нас у всех было детство. Первый день пионерский галстук, какая радость это была, наверное, у каждого ребенка, да, какая радость и гордость, что тебя наконец-то приняли в пионеры, как бы. Мы все прошли самые разнообразные этапы в нашей идентичности, поэтому неудивительно, что сейчас, как бы, она тоже проходит, испытывает большие изменения и огромные процессы происходят. У русских то же самое, Канна. Кстати, да, я вот буквально несколько часов назад смотрела небольшой сюжет с этого форума народов России, и там несколько слов сказали представители регионов Центральной России, Ну, не только Центральной России, там были представители из Калининграда, Кенигсберга, Ингрии и Кубани, Кубани и Сибири. То есть это были представители регионализма, регионалистских движений, и они говорили о том, что они будут бороться и борются за отделение от Москвы. То есть это региональное, то есть не только национальное самосознание просыпается у людей, но и региональное тоже, регионалистское. И я думаю, что это очень хороший симптом, очень здоровый симптом, потому что мы видим, что Россия это империя, которая поражена раком, и по идее единственный выход для нас, для всех людей, которые живут на территории этой страны, сейчас, вот как раз-таки отделиться, то есть отделить здоровую ткань, вырезать этот рак, который разъедает тело страны, и единственный выход это отделение. И я думаю, что все здоровые силы общества это уже начали понимать. Кто-то раньше начал понимать, кто-то позже, но я думаю, что триггером как раз-таки послужило начало этой полномасштабной агрессии России против Украины, естественно. В краю народов стали возникать подобные движения у Саха, у калмыков, у тувинцев. Но некоторые движения, например, которые уже существовали ранее, они получили импульс. Потому что в этой ситуации, когда народ, особенно небольшие народы, такие как наш народ, поставлены буквально в ситуацию катастрофы, практически у всех людей, которые стали вливаться в движение, просто не было другого выхода. Я говорю вот о нашем движении, которые борются за независимость. Я думаю, год назад многие люди, которые сейчас говорят, да, я за независимость, народа другого пути нет. Год назад, если бы мы спросили этих людей, что они думают, они бы сказали, да ничего подобного, да. То есть, ну куда мы, что мы будем делать, как мы будем жить. То есть, они даже, даже этот вопрос не возникал, и как бы это, даже мысль эта была достаточно фантастической. А сейчас эти же самые люди говорят, что, да, действительно, только, только хардкор, только отделение, только независимость. Да, 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 конечно, потому что... Кстати, я вспомнила. Даже те, которые понимали, да, все недостатки, что у нас нет настоящей демократии и так далее, но это настолько, как бы, радикальное просто решение, что, да, действительно, не было такой мысли. Думали, ладно, вот терпели и будем дальше терпеть, как говорится, что делать. Но сейчас, конечно, люди понимают, что дальше оставаться в этой империи, это действительно уничтожать наш народ. Хочу сказать про Бурят, да, еще, что в начале 2000-х годов у нас ведь тоже был всплеск национального движения, и он был связан как раз с наступлением на наши права опять-таки, да, то есть, значит, говорить о программе, да, крупнение регионов, и Буряты начали стихийно организовываться. И я говорю также про нас, наше движение, про региональное объединение молодых ученых, про движение РХ и про площадку, которая тогда нас объединяла, общую, это форум сайта бурятского народа, бурятия.орг, созданный, который, вообще этот сайт, он был создан в светлой памяти ГУКом Евгением Хамагановым. Но вот что интересно, вообще вот самую первую площадку, да, вот сайт, активное участие, кстати, в создании этого сайта принимал израильтянин. То есть, это был парень из Бурятии, из Улан-Удэ, который вместе с родителями репатриировался в свое время, вот. То есть, еврейский мальчик из Улан-Удэ уехал в Израиль, в то же время он как бы не хотел терять связи со своей первой родиной, я уже не знаю, то есть, это была историческая родина, вот, это родина, где он родился, вырос, и он, в принципе, связался с такими же другими энтузиастами, вроде нашего ГУКа, Жени Хамаганова, и они создали вот эту первую площадку. Да, то есть, он сделал великое дело, за что мы все ему очень благодарны, потому что, если бы тогда не было этого форума, то я не знаю, как бы мы друг друга находили, а так как вот этот форум существовал, и он в тот момент был очень популярным, потому что вот это начало 2000-х, середина 2000-х годов до появления Фейсбука, да, это была эпоха форум. И именно там мы, буряты, которые жили в разных странах, разных городах, не только в Бурятии, но и там в Москве большая диаспора, в Питере, за границей стали объединяться и разрабатывать проекты, то есть, вот все эти проекты, которые мы проводили по донесению нашей точки зрения до жителей регионов, до округов, вот, информационная наша компания, наша компания вот по письмам, открытое письмо и так далее, вот, координирование разных митингов и пикетов, которые организовывались не только в Улан-Удэ, но и в других местах, и в Москве, и за границей, вот. Это все было там, это все было там, и поэтому я до сих пор с такой ностальгией вспоминаю то время, вот, к сожалению, потому что, да, помню, да, когда после содержания с нами встречались журналисты Арибуса, и тогда Сергей Басаев также делал, писал статьи, и он задавал вопрос, я помню, вот, что, у меня задавал вопрос, вот, что заставило вас начать делать то, что вы делаете, и я тогда сказала, что для каждого человека какое-то, что-то должно произойти в жизни, что влияет на решение вот начать заниматься этим, да, то есть, ну, активизмом политическим, вот, национальным движением. И для меня, я сказала, такая, таким триггером, триггерным событием как раз вот была эта программа укрупнения регионов, когда Путин решил уничтожить автономии бурятские. Для кого-то, я говорю, для кого-то какое-то другое событие. И я думаю, что вот эта вот страшная война, она послужила триггером для огромного числа людей. Да, именно так. Мы как бы все, многие из тех, кто разъехался у нас, мы просто все сосредоточились на своей жизни, все как бы, да, занимались своими делами, как бы, и внезапно то, что произошло, нас заставило вновь вернуться к проблемам республики, потому что мы понимаем, что мы должны стать этим голосом, потому что те, кто находятся сейчас в Бурятии, для них все чревато очень. Мы должны стать этим рупором и стать этим голосом, говорить то, что не могут наши земляки сейчас говорить, стать их голосом на это время. И поэтому я бы хотела призвать всех людей, кому не все равно, кто считает, что нам нужно спасать наш народ и нашу республику, и нужно, то есть кто, если не мы, действительно присоединяться к нам. У нас указаны наши ресурсы медийные, то есть наш Телеграм-канал, наш Фейсбук, вот Ютуб вы уже смотрите, Инстаграм, пишите нам, присоединяйтесь, мы рады будем приветствовать всех. Стерянная группа среди бурят, это именно те, чья идентичность была полностью связана с Россией, вот с русским миром этим, будь он не ладен. То есть именно с их стороны слышна такая наибольшая агрессия, если ты заметила, может быть. Потому что те, которые с этим не согласны были, они сейчас либо ушли в подполе, молчат. Кто-то сбежал уже, для них все ясно сейчас. А для тех, кто считал, что они часть России, такие патриоты и так далее, для них все эти изменения очень травматичны. Это мне напомнило в свое время, когда я впервые заинтересовалась феминизмом. Это именно эти женщины, которые настолько приспособились в этом патриархальном мире, они научились играть по этим правилам, все у них хорошо. И вот приходят феминистки и говорят, что у нас нет настоящего равноправия, говорят о проблемах. И именно вот эти женщины, которые страдают внутренними загини, больше всего у них возмущение, именно они приходят и начинают возмущаться, что вам надо, вот у нас так хорошо, там нужно просто быть женственными мудроженщинами, и будет у вас все хорошо, что вы раскачиваете, как говорится, лодку. И то же самое сейчас с этими бурятами, с колониальным мышлением, у них такое же раздражение на нас, на тех, кто говорит о том, что нет, извините меня, это у нас никакая не федерация, у нас куча проблем, и вообще-то империи, и мы в ужасном положении, геноцид и так далее. У них просто от этого огромный стресс. И да, некоторые просто вообще как бумеры какие-то говорят, что там, кто вам дал слово, типа, почему вы думаете, что вы можете говорить об этом, то есть, ну, кто вам вообще разрешил, да, без разрешения нельзя говорить. Да, мы не можем говорить. Да, это просто смешно и жалко, и грустно, конечно. Ну, что касается этих людей, которые вот, ну, начинают подмущаться. Дело в том, что вообще в психологии ведь это все уже давно описано. То есть, кто является самым ярым гомофобом? Это, как сказать, латентные гомосексуалисты, да? Ну, гомосексуалы, надо сейчас так и говорить. Вот. Это, в принципе, иногда настолько бывает просто видно, что просто жалко, потому что у людей это вот получается такая автоиммунная реакция, когда они начинают сами себя пожирать за это, то есть ненавидеть себя и пожирать себя за это. И то же самое вот у людей. Что у человека вызывает наибольшее раздражение в других людях? Какая-то черта. Если какие-то люди начинают сильно раздражать, это означает, что именно эта черта тебе не нравится, и ты ее не любишь. И ты начинаешь как-то на людей нападать, а на самом деле это означает, что вот это именно какая-то очень глубокая травма сидит в себе саму. По идее, именно с этим нужно разбираться. Да, да, именно. Это травма, какая-то боль, которую вдруг расшевелили, да? Вдруг напомнили о ней. А вообще я бы хотела бы также немножко сказать о русском мире, о русской культуре. Ну, буквально несколько слов. Мне очень интересно сегодня была синхронизация, потому что я снова переслушивала один роман Келевина в середине 10-х годов, то есть это после Крыма, после 14-го года написанный. «Лампа Морфусаила» или «Крайняя битва чекистов с масонами». И там, значит, один масон английский говорит герою, который является генералом ФСБ, он ему говорит про русский мир. Когда он что-то начал говорить про русский мир, значит, этот масон говорит, да вы уже всему миру надоели, ну, скажем это слово, да, употребил со своим русским миром. Что говорит такой русский мир? Русский мир, говорит, это паблик, это страница на Фейсбуке, где люди обсуждают последнюю серию звездных войн на русском языке. И мне стало ужасно смешно, потому что то есть это отражает на самом деле вот достаточно такую ситуацию с русским миром и русской культурой, когда то есть я бы сказала, такую черту отражает, как провинциальность, провинциализм русской культуры и особенно современной, я говорю особенно о современной культуре, то есть вторичность, да, по отношению к Западу и в то же время сейчас это такая напускная ненависть к Западу и при этом ну вот когда особенно пропаганда начинает кремить этот самый Запад и в этом какая-то затаенная боль мне видится, обида, боль и вот это вот желание комплектов так, ах вот так, да, так мы значит, а мы и не нужны вы нам тогда раз так, а мы и без вас обойдемся, а на самом деле они не могут обойтись, потому что сейчас особенно со всеми этими санкциями так вот то есть перестали легально поставлять западные фильмы, Голливуд и так далее, то есть и уже дошло до того, что в принципе стали закрывать глаза на пиратство, сняли Чебурашку и об этом писали как будто бы, ну я не знаю, как будто Гагарина в космосе пишет. Да, еще собираются переснять этот как мультфильм с дядей Федор. Ну, наверное, то есть ресайклинг пошел. Да, то есть империя уже даже вот если мы говорим о культуре, да, то это уже выморочная культура, которая вообще не может, то есть это уже это не та задорная даже культура, когда вот начиналась после революции, да, то есть на волне этого модернизма, новая новая форма искусства, вот какая-то новая сила была, я не говорю сейчас о, вообще-то я говорю просто о том энтузиазме начала 20-х годов, когда все это крутилось, да, сейчас то, что мы видим, это агония, это агония и вот просто я думаю, что, ну, то есть последние, так скажем, дни Помпеи, и я думаю, русский мир, да, это на самом деле, вот что есть русский мир, за который наш народ гонят на смерть, наших мужчин гонят на смерть за какой-то мифический, что это такое, я, например, не знаю, что это такое, потому что, я думаю, спроси русского, да, пантеи, 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 и русский человек не сможет ответить на этот вопрос, потому что это химера, и этого уже нет, это уже убирает, остатки наследия, да, уже далеких времен, ну, да, для русского народа это будет огромный импульс для возрождения своей тоже культуры, потому что они тоже же, ведь, ну, ты не любишь, когда они себя строят жертв, но, тем не менее, они действительно очень сильно пострадали, и они потеряли свою истинную, как бы, суть где-то на пути, и вот это вот стремление просто быть великим народом, великим, то, лучше всех и так далее, за этим потерялось вот, ну, какая-то вот зерно культуры, не знаю, какой-то их фольклор, там, что, у каждого народа есть душа, да, и эту душу им стоит найти, и когда они очистятся от всего лишнего сейчас, у них будет возможность вернуться к этим корням, обрести их заново, и, может быть, произойдет всплеск, новый виток в культуре, развитие, какое-то вдохновение придет, это будет действительно для всех очень исцеляющий этап, вот, но это, конечно, очень сильно радует, что Европарламент так серьезно уже занялся этим вопросом, и, наконец, обратились к корню проблемы вообще с этим русским миром, и с этой войной. Вот об этом самосознании, которое у нас начинает просыпаться у людей, я недавно послушала подкаст, говорит, республика, Республика, и там второй выпуск был как раз о Бурятии, о Бурятах, и очень такой душевный был выпуск, и я очень рада, что вот такие проекты начинают возникать, и, что интересно, вот, говорит республика, он объединяет как раз азиатские народы России, вот, и поэтому очень важно, что начинается вот это вот движение к сближению не только вот внутри народа, да, но и горизонтальные связи развиваются между нашими народами, наши, например, те народы, которые входят в Лигу Свободных Наций, очень идет хорошее общение, связи, вот, и другие какие-то проекты тоже самое демонстрируют, потому что, вот интересно, да, до войны таких особо не было проектов, а сейчас просто как грибы стали расти, без посредников общение стало качественнее и душевнее, да, на этом можно, наверное, закончить.